В перерыве чемпионата России команды Суперлиги Амичка, Северсталь, Самородок и Тюмень стали участниками традиционного турнира по волейболу на призы правительства Омской области. На площадке спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова в течение трех дней клубы выявляли сильнейшего. В первый игровой день Череповецкая Северсталь в пятисетовом противостоянии одолела тюменских волейболисток. Омские болельщики же с нетерпением ждали вечерней схватки, в которой их любимая Амичка встречалась с хабаровским самородком. За время перерыва в регулярном чемпионате страны в нашей команде произошли значительные изменения. И практически все со знаком «плюс». Из временных потерь отметим обострение травмы плеча нашей диагональной Людмилы Малафеевой, которая была успешно прооперирована в Москве, как раз в дни турнира на призы регионального правительства. Зато полностью после травм восстановились Марина Марченко и Ольга Житова, а команду возглавил заслуженный тренер России Владимир Кузюткин, который на стартовый матч турнира вывел Амичку впервые. С хабаровским самородком Амички встречались не так давно. В первом туре чемпионата России на этой же площадке сильнее была Амичка. Правда, одну партию хабаровским гостям все же отдала. На турнире же хозяйки соревнований не оставили соперницам никаких шансов. 3-0, 25-18, 25-22, 25-19. Сегодня уже многое стало получаться. Именно по новой тактике, новой установке. Я думаю, что наши результаты будут только лучше от этого. Во второй день турнира на призы правительства Омской области в своих матчах победили Тюмень и Амичка. Северные коллеги обыграли дальневосточных в Тюмень-Самородах 3-1, а сибирячки с таким же счетом были сильнее волжанок. В первом матче заключительного дня соревнований победой над Самородком Череповецкая Северсталь обеспечила себе второе итоговое место. А наши волейболистки не без проблем, но выиграли и третий матч на этом турнире. Таким образом, Амички повторили прошлогодний успех и во второй раз главный приз остался в Омской области. Конечно, было важно, потому что при своих болельщиках, при своих зрителях с новым тренером хотелось показать хороший, добрутно-качественный волейбол. Надеюсь, мы порадовали всех своей игрой. Весь турнир я хочу сказать, что мы сыграли очень хорошо. Команды, в принципе, Суперлиги, они неплохие. Мы выходили на каждую группу за каждый мяч. Плюс у нас новый тренер, плюс у нас новые игроки, которые выздоровели. Я думаю, что все прошло хорошо. Мы победили, мы лучшие. Результат даже имел второстепенное значение. Конечно, не хочется проигрывать. Но все-таки, я считаю, что турниры существуют для того, для того, чтобы что-то из этого извлечь. Я думаю, что мы и результат дали, и извлекли много. Амичка! Участники и призеры соревнований получили памятные и ценные призят организатора. А победительницы команды «Амичка» – уникальные медали с элементами из настоящего золота, выполненные по специальному заказу. Внимание! Внимаем! Все команды довольны, что их пригласили на этот турнир. Естественно, борьба была настоящая, нетренировочная. Для нашей команды даже в последней игре были определенные трудности. Я рад, что команде удалось справиться с таким разрывом очков. Конечно же, я думаю, что подготовка команды и все, весь настрой и все надежды – это, конечно, чемпионат. Дальше мы готовимся к чемпионату России, который придет 22 ноября с Вакилом, так что вы хотите, поддержите любимую команду.